Добрый день, друзья! В этом видеоролике я хочу вам показать, как я делала обработку фотографий, снятых во время фотосессии в стиле Барби. Вы сейчас на экране видите результат, фотографию до и после обработки. Мы разберем две фотографии. Я сначала в Lightroom покажу базовые настройки коррекции. Затем мы перейдем в Photoshop. Там я расскажу, как я делала кожу без изъяна, в гладкую, но при этом естественную, так, чтобы не потерять текстуру кожи. Также далее я рисовала красивый, довольно натуральный, свето-теневой рисунок. На второй фотографии я покажу, как скорректировать ненужные, неправильные тени. Далее расскажу, как делать цвет-коррекцию, как и у всей фотографии, так и у отдельных ее частей. И в конце мы наложим текстуру, чтобы немножко приукрасить наше фото. Итак, начнем. Вначале я в Lightroom оправлю следующие моменты. Пройдемся. С позицию делаю немножко выше, потому что было снято довольно темно. Делаю немножко сильнее контраст. Делаю немножко светлее, наверное, светлые участки. Немножко убавляю черный. Добавляю насыщенность, контрастность, наверное, чуть-чуть. Если нужно будет, мы потом добавим в фотошопе это все. В Lightroom я обычно поправляю цвета, делаю просто картинку немножко более насыщенной, контрастной. Добавляю немножко цвета, а потом уже все детально обрабатываю в фотошопе. Ну, вообще я хочу сделать картинку такую довольно цветную, яркую, насыщенную, но довольно светлую. Делаю немножко более насыщенными наши розовые цвета. Потом у нас тут синий-зеленый присутствуют, их тоже сделаю немножко сильнее. Желтый и оранжевый немножко сделаю менее насыщенными, потому что при общей повышении насыщенности, контрастности, если у нас кожа становится такого довольно неестественного оттенка, вот так вот будет лучше. Красный тоже чуть-чуть насыщенный. Иногда, чтобы цвета смотрелись более насыщенными, можно отдельные оттенки цветов сделать темнее. Сейчас попробуем, посмотрим, что будет сейчас вот с розовым. Я сделаю немножко темнее, буквально на 2-3 пункта. Тонировать здесь я не буду, мы потом посмотрим, может быть что-нибудь в фотошопе сделаем. Резкость у нас довольно хорошая, потому что мы снимали в студии, повышать ее здесь не буду. Шума тоже у нас никакого нет, повышать не буду. Следующий момент кадрирования. Немножко автоматически исправим линзу. И немножко развернем фотографию, вот так капельку, чтобы удобнее было мне потом в фотошопе вот этот вот элемент убрать. Подвигаем немножко нашу кривую. Делаем еще чуть-чуть светлее, еще добавим белого. Чуть-чуть капельку насыщеннее. Все так оставим. Хорошо, применим эти настройки к нашей второй фотографии, которую мы будем обрабатывать. Вот к этой. Организировать. Переэкспортируем эти фотографии и откроем их в фотошопе. Вот мы открыли нашу фотографию в фотошопе. Я, как правило, обрабатываю фотографию по следующей схеме. Сначала обрабатываю кожу модели. Также работаю с пластикой, если нужно. Сохраняю этот результат. И дальше уже экспериментирую с цветами, цветотонированием и фоном. Так, начнем. Начнем с обработки кожи. Сначала при помощи точно восстанавливающей кисти я убираю все крупные дефекты, такие как прыщики, розинки и так далее. Блики, тени, какие-то неровные переходы я не трогаю. Это я буду обрабатывать дальше. Также лечащей кистью я убираю какие-то довольно крупные морщинки или складочки. Вот, например, здесь вот у нас видны морщинки вот от лукки, что ли. Их я уберу. Также я уберу вот эти складочки на шее. Так, вот еще момент такой, может быть недостаток нигде, я же или что. Вот здесь такое место, которое почему-то с каким-то темным пятнышком. Нам нужно, соответственно, это сделать, чтобы это было вот так же ровно, как и на втором глазу. Сначала я попробую вырезать заплаткой с соседнего глаза кусок и переместить его на этот глаз. Может быть получится, и мы обойдемся таким простым способом. Перемещаем его на отдельный слой командой Ctrl-G. Перемещаем на наш глаз. Отражаем по горизонтали. Делаем ему непрозрачный поменьше, чтобы мы лучше видели, на какое место нам нужно наложить. Вот, предположительно так. Накладываем слой маску. С кисточкой прорисовываем то место, которое мы хотим исправить. Делаем немножко светлее, потому что мне кажется, что этот кусочек немного темнее всей остальной области. Да, вот так, наверное, будет лучше. Хорошо. Объединяем наши слои. И вот здесь немножко еще дорабатываем восстанавливающей кистью. Все-таки немножко темноты осталось. Я еще отдельно этот участок делаю более светлым. Использую кривые. Делаю чуть-чуть светлее. Наложу маску и кисточки также прорисую вот эту кусочку. Вот. Оставим пока так. Не совсем идеально, но я думаю, что мы дальше другим инструментом в процессе доработаем. Так, еще вот у нас такой момент тоже в погрешность макияжа. Вот какое-то светлое пятно. И попробуем просто восстанавливающей кистью доработать. Да, восстанавливающая кисть почти справилась с этой задачей. В принципе, хорошо. Так, в целом мы убрали какие-то крупные дефекты. Типа прыщики-ротенькие. Сейчас будем делать нашу кожу более гладкой и без пьянов. Используем следующий способ. Я делаю два слоя идентичных нашему. К верхнему слою я применяю фильтр «Световой контраст». Радиус 2. И режим наложения перекрытия. Пока отключу его. Для среднего слоя использую фильтр «Партитура». Который, как известно, делает нашу кожу более гладенькой. Теперь накладываю на кожу и кисточкой выделяю только нашу кожу. Чтобы «Партитура» применялась не ко всей фотографии, а только к коже. Креодически в промежутках во время выделения кожи я нажимаю на клавишу «Слэш», чтобы посмотреть, какие участки я выделила, а какие нет. То есть те, что не выделены, у нас красным цветом отображаются. Соответственно, те, что выделены, никак не отображаются. Вот вижу, что здесь на лице я не все довольно четко обработала. Так что я ее отключаю и еще раз по этим местам прохожусь своей кисточкой. Приближаю и также прорабатываю места на веках. То есть, что как раз это поможет складить недостатки макияжа и убрать какие-то неровные переходы. Также обрабатываю кожу на всем теле. Сейчас на всю поверхность кожи у нас применился фильтр «Партитура». Он сделал кожу такой довольно пластмассовой, довольно сильно сглаженной. Но мы это сделали специально, потому что у нас есть еще один слой, который мы поверх накладываем. Он нам добавляет как раз вот эту текстуру кожи. Вот, смотрите, разницу. Вот так выглядит довольно естественно. Но на лице у нас остались недостатки. Вот, например, вот этот вот тень и блик под глазом. То есть, он мне не нравится, я его хочу убрать. Мы это будем делать следующим способом. Поверх слоя с фильтром «Партитуры» мы делаем пустой слой. И применяем инструмент «Микс кисть». Обязательно нужно отключить верхний наш слой, который добавляет нам резкости. И на этом пустом слое проходимся кистью, смешивая соседние цвета. Тем самым вот этот вот переход теней от блика к тени у нас становится более мягким. Вот так вот. Включаем слой верхний, видим результат. Вот если отключить и включить, видно, что этот момент стал более плавным. Переход от тени в блик стал не таким резким. Таким же способом мы обработаем места вот этих носогубных складок. То есть, тоже гладим, на мой взгляд, такой довольно резкий все-таки переход от блика к тени. Так, хорошо. Вот мы смотрим на результат. Наглядно видно. Объединяем теперь все эти слои в один. Но мне бы все-таки хотелось убрать вот это потемнение под глазами. Поэтому я делаю еще один дуприкат слоя и при помощи кривы делаю верхний слой более светлым. Накладываю слой маску и также кисточкой уже обычной чуть-чуть прорабатываю. Кисточку делаю непрозрачной, где в процентах 20, нажим процентов 20 тоже. И прорабатываю вот только эти места. Следующим этапом я обычно работаю с фильтром пластика. Я бы немножко поработала над носом. Делаю дуприкат слоя. Схожу в фильтр пластика. Носик у нас немного широковат. Здесь, в принципе, этого не видно. Единственное, что этого дает только наш теневой рисунок. Я его немножко сужу. Таким образом. Так, кожу мы сделали довольно идеальной. Теперь нам нужно на ней нарисовать свето-теневой рисунок. Для того, чтобы лицо и тело модели выглядел более объемным, нам нужно добавить немножко тени и немножко усилить блики. Как мы это делаем? Делаем еще два слоя, идентичных нашему основному. Верхнему слою делаем режим наложения и умножения. Сразу создаем ему маску слоя. Среднему слою делаем режим наложения экрана. Сразу создаем маску слоя. Кисточка у нас должна быть довольно прозрачной и мягкой. Я обычно делаю где-то процентов 19 непрозрачность и так же процентов 18-19 нажим. И перейдя на слой с затемнением, который у нас рисует тени, мы кисточкой рисуем тени в тех местах, где нам это нужно. Как правило, это скулы. Здесь в районе лба можно затемнить. Потом в районе челюсти и шеи. Мы усиливаем наши имеющиеся тени, если нас все устраивает. И если нужно что-то исправить или дорисовать, соответственно, делаем это. Здесь добавим тени в районе носа. Так будет выглядеть объемнее все. Здесь в районе глаз. Под нижней губой. Может все тут в районе носа не будем. Мы нарисовали тени на лице. Тело потом отдельно пройдемся. Теперь мы рисуем блики на лице. Усиливаем уже наши имеющиеся. На скулах, на носике, под бровью, над бровью. Вот тут на подбородке у нас есть. Потом на губках тоже хорошо смотрится, когда на губах дополнительные блики. И в районе верхней губы. Также я немножко добавляю обычные блики на белке глаз. Замечательно. Вот что у нас было. Вот стало. То есть прям объем на лице. Так, теперь поработаем над телом. Таким же способом добавляем тень. и блик, чем получаем объем. Вот что было. Вот что стало. Кожа модели у нас готова. Теперь поработаем над фоном, цветами и платьем. Для начала я хочу сделать фон довольно светлым. Он у нас все-таки недостаточно светлый, недостаточно белый. Делаю дубликат слоя. Для начала попробуем его светить кривыми. Ну, соответственно, смотрим только на слой, ой, только на фон. У нас снимали мы на фоне такой жалюзи, решетки, не знаю, как называется точно. И сзади было уже, на улице было уже довольно темно, поэтому у нас получилось такое довольно контрастно. белый вот этот ажурный рисунок на темном, практически черном фоне. Хочется его все-таки немножко сгладить, чтобы это было не так контрастно. Попробуем сделать при помощи клевых немножко, соответственно. Также накладываем на вот этот вот наш осветленный фон слой маску и кисточкой прорисовываем только те места, которые мы хотим осветлить. Собственно, наш вот этот вот фон. Шарики не будем затрагивать, потому что шарики мы все-таки хотим оставить довольно яркими и насыщенными. Также следим, чтобы мы не попадали на платье. Музыка. Музыка. Применим для всей фотографии. Следующие настройки. Немножко при помощи кривых сделаем фотографию ярче, немножко контрастнее. Добавим немножко насыщенности. Объединим слои. Шарики. Шарики хочется сделать более яркими и немножко потемнее, наверное. Делаем дубликат слоя и работаем теперь только над шариками. Делаем их немножко контрастнее при помощи яркости и контрастности. И делаем немножко более насыщенными цвета. Накладываем на этот слой маску и прорабатываем кисточкой только шарики. Здесь у нас попадает кусочек стены. В принципе, он нам не нужен. Лучше, если это будет полностью до края кадра, решетка. Попробуем сейчас это сделать. Мы выделяем кусок нашей решетки и применяем свободное трансформирование, растянув ее вот так вот вбок и вниз. Посмотрим, что получится. В целом, хорошо. Незаметно особенно здесь перехода. Также вот сейчас доработаем внизу вот этот кусочек плинтуса, который попал. И вот тут все-таки не до конца у нас убралась стена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, не видны вот эти вот наши стыки-переходы, но все равно, чтобы уж точно не были длинные, что их не видно, давайте применим фильтр размытия. Вот это для этого момента, может быть, чуть-чуть по краям и сверху. Делаем дубликат слоя, применяем размытие по гауссу. Смотрим, какой радиус нам нужен. 7,6 мне нравится, давайте применим. Также накладываем маску слоя и кисточкой обрабатываем те места, где мы хотим, чтобы был применен этот фильтр. Чуть-чуть сильно, поэтому сделаем непрозрачный слой чуть меньше, на 60%. Объединяем слои. Так, давайте попробуем применить карту градиента, посмотрим, поможет ли это нам немножко сделать фотографии более контрастной и усилить тени и подтянуть блики. Выбираем градиент от черного к белому, но если мы сделаем от черного к белому, это будет слишком сильный контрастный, поэтому я вручную выбираю не черный, а темно-серый цвет и не белый, а такой цвет-серый. Применяем режим наложения. Давайте попробуем мягкий свет. Вот, что у нас получилось. Было, что стало. В принципе, лучше, но просто очень сильно. Делаем непрозрачный, где-то процентов 20-15. Хорошо. Попробуем применить тонирование. Какое-нибудь бело-розовое. Не знаю, что получится, попробуем. Также давайте сделаем карту градиента. Вручную выставим эти цвета. Допустим, розовый. Мы, когда применяем карту градиента, вот мы розовый поставили за место черного, то есть у нас этот розовый цвет добавится в наши тени. если мы за место светлого поставим какой-то тоже светло-розовый, он, соответственно, применится к нашим цветам. получили такую розоватую тонировочку. Не знаю, узнали ли она нам на всю картинку, но вот к фону, наверное, можно было бы ее применить. Сделаю ее непрозрачность немножко меньше, чтобы было на такой сильной эффект, вот 30% нормально. Объединю эту карту градиентом с дубликатом слоя, чтобы мы могли наложить слой-маску и кисточкой проработать только те места, куда мы хотим добавить. Выбираем наш фон. Здесь можно уже не так детально прорабатывать участки, как мы это делали, когда использовали инструмент кривые, когда светляли фон. Потому что, в принципе, если это даже попадет немножко на кожу модели или платья, в принципе, это не испортит то, что-то даст тренировочку и на платье. не очень может быть заметно, но не заметно. Оставим. Сделаем наше платье в нижней части немножко светлее и немножко ярче цвета. Также работаем с отдельным слоем кривые. Ну вот. Эта часть, где платье было в тени, тоже теперь выглядит довольно ярко. Замечательно. Теперь я хочу все платье полностью делать немножко более насыщенным и немножко более контрастным. Для этого делаем новый дубликат слоя. Идем в функцию седовой тон насыщенность и чуть-чуть поднимаем насыщенность. Буквально 7-8. Также применяем кривые и делаем немножко светлее наше платье. Вот так. Применяем маску слоя и прорабатываем только платье. Можно также браслетики еще наши проработать и попробовать шарики. Хорошо. Объединяем. У нас довольно большую часть занимает ровный фон. Хотелось бы немножко его приукрасить. И давайте наложим сверху изображение. Выберем режим наложения и попробуем разнообразить наш фон какими-то цветовыми акцентами. Я в интернете задала в гугле абстрактный розово-белый фон. Выбрала пару изображений, которые, на мой взгляд, можно наложить на наши. Попробуем первое. Накладываем свободным трансформированием растягиваем его на наше изображение, чтобы оно полностью его перекрыло и выбираем розовые участки, чтобы перекрывали. Больше голубые чуть меньше. Выбираем режим наложения перекрытия. Так как мне он понравился больше всего, вы можете перебрать сейф и посмотреть, вдруг вам что-то другое понравится. Делаем прозрачность фона где-то 50. Также накладываем слой маски и кисточкой выделяем только те цвета, на которые мы хотим, чтобы наложился наш верхнее изображение. Здесь тоже не обязательно слишком точно это делать. чуть-чуть сойдет на платье, то хорошо. Такой вот эффект тонирования у нас получился с розовато-персиковыми голубыми оттенками. Шарики наверное я не буду перекрывать беру ластик и стираю наше наложение с шаров вот так примерно да в целом мне нравится чуть-чуть меньше сделаем прозрачность чтобы все-таки не так ярко это было вот так посмотрим еще раз на наше изображение в целом все хорошо и в финале мы можем применить фильтр резкость можно использовать умную резкость где-то эффект процентов 30 нам подойдет пока применяется фильтр скажу пару слов я всегда после того как работаю изображение сохраняю в оригинале в jpeg если вы хотите свою фотографию размещать в социальных сетях или где-то в интернете лучше чтобы она весила не так много как оригинал большого размера поэтому можно сохранить изображение используя сохранение в формате веб поставить где-то высокое качество или очень высокое это в принципе не повлияет сильно на изображение визуально вы не увидите большой разницы но в весе будет существенная разница перед тем как изображение разместить в контакте лучше повысить резкость также еще раз применить фильтр умная резкость или просто резкость и также процентов 20-30 поставить настройку тогда ваше изображение будет в социальных сетях выглядеть практически так как вы сейчас видите его в фотошопе ну вот в целом все с этой фотографии мы закончили еще я хочу вам показать как мы обработаем портретную фотографию потому что там есть один такой не очень красивый момент с тенями вот постараюсь вместе с вами их сгладить и сделать более красивыми я вам хотела показать еще обработку второй фотографии портретной вот этой здесь в целом обработка будет примерно такая же только единственный момент который мне бы хотелось вам показать это как убрать вот эту непривлекательную тень довольно резкую эта тень падает от глаз и ресниц то есть некрасиво выглядит здесь тень тоже падает от чего-то скорее всего от шарика вот мне она не нравится на лице основную обработку я промотаю быстро не буду ничего рассказывать там все так же а вот на этом моменте мы тогда остановимся подробнее тенью итак мы дошли до момента когда нам нужно работать над нашей неправильной тенью тенью мы сделаем дубликат слоя и сделаем этот слой более светлым мы просто сделаем тень светлее так накладываем слой маску и кисточкой прорабатываем тот участок который мы хотим осветлить сделаем 100% непрозрачности нажим также помогаем ластиком чтобы переходы от светлого осветленного участка к прежнему были более мягкие у нас еще здесь на щеке есть тень от нашего пряничного клоуна человечка от нашего пряничного она не такая сильная как тень в районе носа поэтому мы для кисточки делаем непрозрачность примерно 50% и тоже ее немного осветлили пластиком помогаем так вот что было вот что стало то есть стало немножко лучше у нас уже тень не такая темная объединяем слои теперь делаем как с предыдущей фотографии обработку кожи так вот как это так мы на верхнем слое применили фильтр и выделили кожу сейчас мы сделаем еще один пустой слой выберем инструмент микс кисть попробуем чем она нам сможет помочь выключаем верхний слой и аккуратненько начинаем сглаживать вот эту тень сначала здесь потом здесь и 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 стараться убрать вот уже значительно лучше теперь поработаем над щекой и и и и и и Также поработаем над местным подглазом. Здесь у нас модель улыбается, поэтому тени в районе лесогубных подглазочек и морщинки выглядят естественно, мы их не будем убирать. Вставляем так. Какое-то пятнышко под губой мы его уберем штампом. Здесь вот такая маленькая полосочка перехода осталась и ее штампом. Все-таки виден такой вот блик, он не очень ровный, поэтому мы над ним поработаем фильтром пластика. Делаем копию слоя. Обязательно не забываем об этом, иначе можно все их портить. Заходим в фильтр пластика. И вот так вот немного выравниваем этот клик. Ну и заодно туда и носик подправим. Берем горбинку. Вот так. Отлично. В принципе уже практически не видно этой тени. Мы ее убрали. Но чтобы уж совсем добиться идеального результата, мы по верху нарисуем наш новый светотеневой рисунок, который нам придаст объем и завершит наш результат. Как-то делать раньше я рассказывала на предыдущей фотографии, поэтому я тоже это быстренько сделаю. Вот мы получили объем. и новый лишний цвет теневой рисунок. Вот как у нас было с неправильными тенями. Вот то, что мы получили после обработки. Думаю, результат хороший. Мне нравится. Лицо мы сделали, про тело забыли. Поэтому еще раз то же самое делаем и обрабатываем тело. Ну, не обрабатываем тело, а рисуем светотеневой рисунок на теле. Те тени, которые падают от руки, от пряничного мальчика на модель, в принципе, выглядит довольно естественно. То есть, это понятно, что это тень от руки. Она меня дик не смущает, я ее убирать не буду. Те тень от руки. Те тень от руки. Теперь я поработаю так же, как на предыдущей фотографии, над фоном, общим цветом, насыщенностью, над платьем и наложу небольшую текстурку. Те тень от руки. Те тень от руки. Те тень от руки. В отличие от предыдущей фотографии, я здесь хочу немножко еще поработать над глазами, потому что здесь нехорошо видно. Делаем дубликат слоя. Во-первых, уберем сосудики из глаз. И теперь над самими глазами делаем также дубликат слоя. Два раза. Похожая техника, как когда мы рисовали сортеневой рисунок. Для верхнего слоя делаем режим наложения и умножения. Тем самым получаем более темный слой, в котором мы сможем прорисовать также со всем мягенькой кисточкой. По периметру глаза теменький ободочек. Вот так. В втором слое накладываем режим наложения экран. И также мягенькой кисточкой прорабатываем. Рисуем более светлые участки. Таким образом мы получили более насыщенный цвет глаз, более объемный. В общем, не будем переусердствовать. Проделаем еще остальные манипуляции с фотографией, как с предыдущей. Сделаем карту градиента и наложим поверх изображения и отрисуем чуть-чуть акцентов на фоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, вам был полезен мой урок. Я постараюсь в следующих уроках рассказать о каких-то еще новых моментах, как можно улучшить фотографию в фотошопе и о каких-то других техниках. Ну и просто делиться с вами своими знаниями в этом направлении. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте свои вопросы, пожелания. Можете писать нам в соцсети. Я с радостью на все отвечу. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok